Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю поговорить о качестве содержания республиканских автомобильных дорог. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Генеральный директор республиканского унитарного предприятия Гомель Автодор Игорь Викторович Матвецов. Трудовую деятельность начал в 1984 году после окончания Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта. Первая запись в его трудовой книжке «Монтер пути в Гомельской дистанции пути Белорусской железной дороги». Работал на кафедре «Путь и путевое хозяйство» в Биште. В 1992 году пришел на должность инженера в проектно-ремонтно-строительное объединение «Гомель-Облдорстрой». В 1998 году Игорь Матвецов из «Гомель-Облдорстроя» был переведен в РУП «Гомель-Автодор» на должность заместителя начальника отдела содержания автомобильных дорог и безопасности движения, которое позже и возглавил. В 2012 году назначен заместителем генерального директора по производству, а в 2015 – генеральным директором. На опросы, которые касаются деятельности РУП «Гомель-Автодор», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в «Гомеле» 340-043. Здравствуйте, Игорь Викторович. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Игорь Викторович, о дорогах и автомобильных, и железных вы, видимо, знаете все, если не больше. Мне интересно, вы автомобиль водите или ездите с водителем? Ну, в большей части, Ольга, все-таки я езжу с водителем, потому что у нас четкое разделение функций. Он участвует в дорожном движении, я участвую в оценке состояния автомобильной дороги. Часто так случается, что что-то может вам испортить настроение в пути? Довольно часто. И что же это? Да, но все недостатки, которые я вижу на наших автомобильных дорогах, конечно, хочется, чтобы они были лучше, безопаснее и более комфортными. Ну, например, какие недостатки вы отмечаете, когда просто, ну, как пассажир едете, из окошка смотрите? Ну, во-первых, это неровность покрытия. Это поврежденный знак, поврежденный элемент какого-то ограждения. То есть, общее санитарное даже состояние бывает не очень, скажем так, временами на наших автомобильных дорогах. Поэтому все вот эти, все моменты, весь спектр мы отслеживаем. Ну, и, конечно, когда хорошо, я радуюсь, когда плохо-то, да? Понятно, генеральный директор в командировке, весь коллектив переживает, да? Да. Где, что, на каком участке происходит. Вообще, в зоне ответственности предприятия более двух тысяч километров дорог и около трехсот мостов и путепроводов. Хозяйство такое обширное. Скажите, пожалуйста, как вы определяете для себя приоритетные задачи? Ну, приоритеты сейчас стоят у нас перед коллективом. В принципе, это рационально использовать те денежные ресурсы, а они сейчас, надо сказать, прямо ограничены, чтобы максимально эффективно их использовать и предоставить пользователям тот продукт, который от нас же ожидают. Ну, собственно, а его уже потом оценивает специальная республиканская комиссия. И какую оценку она выставляет в качестве содержания дорог в Гомельской области? Ну, я вот могу вам привести несколько цифр по сравнению с в среднем по республике. Эта оценка составляет 3,92. Это по какой шкале? Вот, по пятибалльной. В Гомель-Автодоре это 3,89. Ну, то есть, это такая более ведомственная оценка, которая позволяет оценить как работу, так и состояние эксплуатационной дорог. То есть, она там очень многовекторная. Поэтому, ну, это как сравнительный анализ двух разных дорог можно. Вот, например, дорога автомобильной М5, она имеет у нас по последнему осмотру оценку 4,25 балла. То есть, это небольшие как бы цифры, это такой показатель, который, ну, характеризует именно, наверное, техническое большее состояние автомобильной дороги. Для профессионалов он более понятен. Ну, пятибалльная шкала, она, в принципе, всем понятна. Примерно мы поняли критерии, да, по которым оценивается. Значит, М5 это такая образцово-показательная. Да, то есть, это тоже не пятерка, вы понимаете. Ну, это тоже не пятерка. А есть пятерки в республике? Наверное, нет. Есть к чему стремиться. Ну, да. А вообще, этим участком вы довольны? Тем, как вот он выглядит и что, собственно, на нем происходит? Как организовано движение, снизилась ли там аварийность? Да, вот заметно изменился этот участок дороги, если еще несколько лет назад. Даже просто вот по времени передвижения, насколько стал Минск ближе к Гомелю. То есть, когда раньше мы тратили там, ну, не меньше пяти-шести часов, чтобы добраться до столицы, то сейчас, даже не очень нарушая правила дорожного движения, мы можем доехать за два-два с половиной часа добраться. А что касается аварийности? Аварийность значительно снизилась, да. Да, потому что, кстати, вот опыт этой эксплуатации этого участка дороги показал, что наиболее, наверное, эффективный метод снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий – это вот разделение все-таки транспортных потоков. Потому что вот даже на примере этой дороги М5, я вам приведу пример, сейчас вот, например, в 2011 году до реконструкции, на ней было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, и 10, которых человек, не их погибло, 24 получили ранения. Например, вот сегодняшний год, если мы возьмем, то произошло 10 происшествий, то есть в два раза ниже происшествий с гибелью только одного человека. Это вот представьте, это почти, ну, десятки раз мы вот такими мероприятиями снижаем тяжесть и смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Ну, будем надеяться, что дальше более быстрыми темпами пойдет реконструкция и других участков важных. А какая автодорога самая проблемная в регионе? Ну, самая проблемная, наверное, у нас остается автомобильная дорога – это М10, это граница Российской Федерации, Гомель-Кобрин, ну, с выходом на Брест, в конце концов. Потому что дорога довольно давно была построена, она имеет, там у нас неоднородные, есть и участки асфальтобетонные, и есть протяженный участок, который был построен еще 45-50 лет назад, он в цементно-бетонном исполнении был. Это были, наверное, первые дороги в республике, которые строились из цемента. И вот со временем, без проблем, он отслужил почти 35 лет, и вот после этого начались какие-то уже необратимые процессы в состоянии этого бетонного покрытия. Поэтому он нам доставляет много хлопот, особенно в зимнее время. То есть там появляется много ямочностей, много неровностей на дороге, с которой приходится вот и сражаться, и я думаю, что мы как бы успешно в летний период с этим справляемся, но определенные проблемы зимой все-таки возникают, и это для нас нормально. Серьезные работы на этом участке – это перспектива какого времени? Когда до них доберетесь? Наверное, не скоро, потому что вот судя по… Вы знаете, что недавно, осенью буквально, в сентябре, по-моему, была принята программа «Дороги Беларуси», как бы скорректированная на три года, 17-20-е годы, и там значительно сократилось количество объектов не только в Гомельской области, но и в целом по стране, которые планируется реконструировать или капитально отремонтировать. То есть это в разы сократилось. Поэтому, хотя вот в первоначальной программе весь участок автомобильной дороги М-10 должен был быть отремонтирован к 2020 году. То есть это почти 300 километров дороги по нашей области могли бы быть в совершенно другом состоянии. Но вот ситуация пока с финансированием складывается так, что… Может быть, инвесторы подключатся к этому? Да. Кстати, вот именно вот эта дорога у нас попала в пилотный проект, который сейчас уже близок к стадии реализации. Да, государство уже не может больше занимать денег. И вот мы подошли к такому порогу, когда вот дорожный фонд сформированный, да, на следующий год. Практически треть денежных средств из этого дорожного фонда будет направлена как бы не на ремонт уже непосредственно дорог, содержание дорог, а только на выплату процентов и кредитов, которые брались ранее под строительство. Это вот, ну, вы знаете, там и Минск-Могилев, вот Минск-Гомель была простроена практически вся за кредитные ресурсы. Сейчас вот продолжается, наверное, последний такой крупный объект. Это М6 Минск-Гродно, которая в следующем году будет введена в эксплуатацию. Поэтому есть какой-то порог, когда уже кредитами пользоваться нельзя. И государство начинает искать это новые источники привлечения финансирования. Вот этот проект государственно-частного партнерства, который определен как пилотный. И участок автомобильной дороги от Речицы до Калинкович, который должен быть реконструирован под первую категорию. И этот частный инвестор обязуется его потом содержать в течение 20 лет. Хорошая перспектива. Завтра в Житковичах пройдут областные дожинки. Наверняка там ждут массу гостей со всего региона. Порадуют ли дороги те, кто ездит на праздник? Да, я думаю, что жители города останутся довольны. Потому что не только наши предприятия, там все ведомства очень вложили большой труд. И город, надо сказать, прямо преобразился. Он неузнаваемо преобразился. Поэтому наши там были две улицы. Это пролетарская и социалистическая. Я думаю, что люди по достоинству оценят тот вклад, который мы внесли к этому празднику. В обновление все-таки он совсем стал... Люди говорят, стал похож на город Житкович. Хорошие дороги. Это уже почти мировой бренд Беларуси. Мы решили узнать у гамильчан, и не только у гамильчан, у водителей, как они оценивают состояние дорог. Некоторые, правда, говорили об инфраструктуре. Это напрямую к дорожному хозяйству не относится. Но тоже очень важно. Давайте послушаем. За городом дороги комфортные. Трасса хорошая. То есть, если на Минск ехать, прекрасно. Я чувствую себя за рулем хорошо на трассе. Платные дороги очень хорошие. Не скажу, тут обслуживание есть хорошее. А остальные дороги... Желательно, получше есть, чтобы были. Есть много нюансов по дороге. Ну, желательно. Лучше были дороги. А какие нюансы? Ну, у нас там есть ямки кое-где. Все великолепно. Все устраивают, чистят, все убирают. Все отлично. Все супер. Касательно дальних дорог, то есть на Минск, например, в Гомеле, они хорошего качества. Их оценивают. Кольки это как дороги хорошие. Заправок не хватает, по моему мнению. И пунктов, где можно, например, покушать, тоже не хватает. То есть обычно, если отправляем уже в командировку, то собираю ему еду с собой. Потому что я знаю, что поесть по дороге, допустим, на Брест и на Минск. То есть практически нет возможности нормальной. А так качество дорог нормальное? Дорога хорошая. Я давно езжу уже по этой трассе. Раньше, когда был лес, как бы не то, что легче ездилось. Ну, меньше снега бы наметало на дорогу. Вот, как бы ветер не так мешал. А сейчас едешь кругом, как бы поля. Ну, все равно качество хорошая. Дорога, в принципе, нормальная. Я вот единственное, что перекресток курыцкий тот, который аварийно опасный такой. Вот этот перекресток, там много аварий всегда случается. Потому что там немножко не продумали они. Много сельскохозяйственной техники переезжает туда по этому перекрестку. И вот там аварий много. Вот по перекрестку этому, не знаю, что-то не продумали конструкторы дороги. Ну, а так, в принципе, как бы заправки, все есть. Все вроде устраивает. Если взять Гомельскую область, в принципе, доречится нормально. Ну, немножко по Мозырю вопросы есть, когда там ездишь. А так, в принципе, если взять саму область, если не брать горы, то, в принципе, нормально, удовлетворительно. Дороги нормальные, что-то тебе сейчас сказать. Ну, стоянки, остановки есть, заправки работают. Все нормально, без вопросов. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о качестве содержания республиканских автомобильных дорог. Присоединяйтесь к нам. Игорь Викторович, что еще необходимо для того, чтобы движение по трассам было и комфортным, и безопасным в то же время? Что еще нужно сделать? Ну, это вопрос, конечно, дополнительного оборудования средствами технической организации дорожного движения. Мы в этом направлении тоже проводим определенную работу. То есть не все дороги, например, целиком есть участки концентрации ДТП. То есть мы совместно с госавтоинспекцией такие вот места ежегодно выделяем и стараемся их насытить, ну, или обновить знаки, или там разметку, или что-то поставить, какое-то дополнительное ограждение. Или светофорный этот объект должен быть на этом месте. То есть вот подходим так вот точечно к каждому вот этому месту. И реализуются они, ну, у нас на 100% ежегодно. В принципе, мы справляемся с этой задачей. Но, конечно, вот все-таки будущее – это после реконструкции дороги, когда они становятся совершенно более другого уровня и на порядок безопаснее, чем вот существующие вот сейчас двухполосные, которые мы, ну, в основном-то имеем по всей стране дороги. Ну, готовясь к программе, читала, что в Гродненской области устанавливают монолитные бетонные ограждения на разделительной полосе, которые помешают машине вылететь на встречную полосу. Будет ли что-то подобное у нас? – Ну, именно касаясь вот этой технологии, это новая технология. Она вот пришла именно вот с реконструкцией М6 в Беларусь. Поэтому, ну, я вот… Хотя у меня тоже есть много вопросов к конструкциям. То есть она позволяет удержать автомобиль на дороге. Там даже приводили в качестве вот примера интернет. Смотрел, что вернуть машину как бы на полосу движения. Ну, тоже, Ольга, согласитесь, хорошая ли эта идея автомобиль, который потерял управление, возвращать назад на проезжую часть, когда там находятся другие участники дорожного движения. Второй момент, что вот, конечно, в нелесных массивах, так, на участках дорог с большим снегоприносом, скажем, да, в зимнее время. Вот если вы ездите зимой по дорогам, вы замечали, что даже вот металлическое барьерное ограждение, которое состоит из балок таких вот металлических гнутых, да, оно возле себя собирает практически сугробы стега. А это будет забор посреди дороги, который, ну, там мы можем иметь большие проблемы. Ну, эта технология американская, так называемые блоки Нью-Джерси, она пришла оттуда. Я думаю, что для Америки это был хороший вариант, потому что там, в принципе, земля является товаром, и климатические условия не такие. А вот именно за счет своей жесткости он позволяет сузить ширину проезжей части вообще земляного полотна и тем самым сэкономить занимаемый земляной участок. То есть я думаю, что в определенных климатических и экономических условиях это оправдано. Но давайте мы сейчас не будем делать заранее выводы, мы будем наблюдать за работой этой технологии на Гроднищины. Если плюсов будет больше, чем минусов, я уверен, что эти в скором будущем такие же ограждения появятся у нас на Гомельщине. А что касается дорожной инфраструктуры, ну, немножко не ваша сфера деятельности, но имеете ли вы право высказывать какие-то предложения? Потому что уж кто-кто, а дорожники-то знают, что и где чего не хватает, где заправки, где кафе. Да, так, ну, это, я вам скажу, эта тема находится даже на контроле у нашего правительства. То есть эта программа, разработанная специально, она не один год, не один, наверное, не одно десятилетие уже существует по развитию придорожного сервиса в Республике Беларусь. Вносите ли вы какие-то предложения? Ну, конечно, да. И к нам многие обращаются, ну, и государственные компании, и частные инвесторы, которые готовы вот где-то строить и использовать эти участки на наших, даже на наших площадках, которые мы имеем оборудованной стоянке, они готовы использовать и строить там объекты. Но дело в том, что вот эта работа в последние, скажем, ну, 5, наверное, 4 года, когда вот с экономикой стало немножко не все в порядке, да, интерес резко упал. Потому что раньше мы выдавали, вот, скажем, согласований на размещение таких объектов, ну, это, можно сказать, несколько десятков по области, да, то в последние годы это единиц, один-два объекта, которые мы согласовываем. И в основном, конечно, это Беларусь-нефть. Но я вот не могу не согласиться, в принципе, у нас и заправок, и достаточное количество. И вот вы заметите, что в последнее время именно заправки Беларусь-нефть, они представляют полный комплекс услуг. То есть там можно и перекусить, и заправиться, и попить кофе. Ну да, но рекламу сейчас делать не будем. Нет, это не реклама, это просто я... Будем продолжать разговор. Да, это вопрос, это, ну... То есть вы не совсем согласны, да? По вашему мнению, в общем-то, у нас этот сервис организован достаточно? Он достаточно, ну, даже вот я смотрю, даже те... Ну вот придорожные кафе, вы же тоже знаете, что существует. Многие, вот в последнее время они закрылись, потому что люди не востребуют их. Ну, не до излишеств, да? Да, да, да. То есть если там они имеют там десяток клиентов за день, то понятно, что выжить в таких условиях, это очень сложно. Ну, конечно, такие жены заботливые с собой. Да, если дают, тем более еще, да. Да, как же выживать придорожному кафе? Ну, на этой неделе железнодорожникам пришлось выдержать первый серьезный экзамен по дисциплине «Снегопад». Какую оценку вы своим работникам поставили? Справились? Ну, я думаю, что удовлетворительно. Конечно, хотелось все это, чтобы это все было быстрее. Но я думаю, что мы первый экзамен выдержали. Хорошо, еще у нас будет сюжет. Я думаю, что мы там что-то интересное увидим на эту тему. Пока у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что же вы так трубку повесили? Мы вот специально прервали, чтобы вас послушать. Наберите, пожалуйста, еще раз, потому что, конечно же, любое мнение для нас очень важно. И ваши вопросы тоже мы бы сегодня хотели услышать. Первая ласточка, да? Первый снегопад такой крупный. Дальше все будет гораздо серьезнее. Вообще, бывали на вашей памяти случаи, когда из-за снега прерывалось дорожное сообщение? Я думаю, да. Был такой один случай. Это в 2010 году на автомобильной дороге М5, как раз это еще до реконструкции ее в старом состоянии. Но там по причине это произошло аварии двух тяжеловесных машин, большегрузных, которые перегородили проезжую часть. Плюс в это время шел обильный снегопад, он затруднил проезд вот этой эвакуационной техники и нашей дорожной даже техники, чтобы подъехать. И где-то порядка четырех часов понадобилось, чтобы эту ситуацию разрулить тогда. Ну, а так, я вот скажу, что таких перерывов, движений именно по причине снежных заносов, ну, в нашей области не было. Да, то есть, ну, вы знаете, что там... Ну, у нас и снегопадов давно уже таких серьезных не было. Ураганы, которые, слава богу, проходили мимо, то есть мы с ними как бы справлялись, с их последствиями, и у нас проблем не возникало. Вообще, какие сезонные проблемы вы считаете наиболее серьезными? Вот, что может... Ну, напугать, наверное, ничего не может, но где уже работать приходится серьезно? Ну, я вам сказал, уже озвучил эту тему, что вот покрытия все-таки нашей дороги довольно-таки старые, так, и служат они уже давно. И ямочный ремонт, вот, наверное, для нас является даже не столько зимнее содержание, сколько вот ямочный ремонт в зимних условиях, для нас является самой важной, самой большой проблемой, которую мы стараемся, конечно, решать оперативно. Ну, правда ли, что при помощи специальной техники диспетчеры могут в режиме реального времени отслеживать, что происходит на каждом участке дороги? Ну, может быть, не на каждом? Не на каждом, Ольга, не на каждом. То есть есть такие слепые пятна, да, в этом? В основном слепые, потому что, вот, вы, наверное, имеете в виду метеостанции, которые сейчас дорожные существуют и в нашей области, и в целом по республике их больше сотни, в области у нас их девять, плюс диспетчер вооружен чем еще? У него есть видеокамеры на территории области 30, по-моему, штук, а в целом по республике около, даже более двухсотых. То есть вот этот комплекс информации, который он может получить, это все завязано в единую сеть, то есть мы имеем доступ и в Гродно, и в Минск, то есть мы видим картину в целом по республике. Но в то же время, как я говорю, что каждый участок мы видим, я не могу, потому что этого явно недостаточно. Вот сейчас, наверное, на автомобильной дороге Гродно М6 будет опробована интеллектуальная система транспортная, которая позволит управлять вот всеми этими процессами в таком автоматическом режиме. Она будет очень насыщена всякими электронными штучками, поэтому там будет именно тот уровень информирования диспетчера, о котором вы сейчас только что сказали. Но это пока вот все-таки это дело будущего. Пока мы имеем отдельные точки, и заодно, что пока вот есть возможность, я вот хочу, у нас есть также телефон постоянно, это 125, по которому мы принимаем в круглосуточном режиме все звонки, замечания. Я хочу просто поблагодарить тех граждан, которые активную свою позицию выражают, вовремя нам сообщают о каких-то недостатках, проблемах на дороге, чтобы мы могли оперативнее реагировать. Это очень большая для нас помощь. Ну, а мы сейчас можем выслушать телезрителя, который дозвонился к нам в прямой эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я вот по дороге, которая Ломель-Плес, я по этой дороге езжу уже где-то около 30 лет. И она все время убитая, по ней даже ходить тяжело, не то что ездить. И фактически обещают, никто там ничего не делает. Не говоря уже, я знаю, что республиканские дороги, да, сделаны, прекрасные, сам по ним ездил. А вот такой участок дороги не делает и никто, и никто им не занимает. Поняли ваше мнение. Спасибо за звонок, Игорь Викторович. В вашем введении участок или нет? Ну, это, наверное, скорее всего, это местная автомобильная дорога находится на обслуживании. Ну, я думаю, что Гомель облудрострою. Поэтому мы переадресуем, давайте, Ольга, все-таки эти вопросы, которые поступают, люди обращаются. Давайте их обобщимся, берем и по адресам, которые ответственности, мы их направим все-таки. Спасибо большое. Да, сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Диспетчер Республиканского предприятия автомобильных дорог Гомельской области Елена Курака об этих самых дорогах знает все. И не только потому, что работает на этой должности уже почти 15 лет. Современные технологии позволяют контролировать ситуацию на трассах в режиме реального времени. Кстати, с распространенным выражением о том, что зима для дорожников наступила неожиданно, Елена Курака категорически не согласна. Сегодня с помощью интернета в Гомель-Автодоре могут без проблем спрогнозировать погодные условия на любом участке дорог в течение нескольких ближайших часов. С оперативным принятием необходимых мер. Для их эффективности, кстати, всю технику на предприятии оснастили GPS-навигацией. Мы можем включить программку и вычерчивает траекторию движения, сколько раз он проехал по данному участку, какие виды работ он выполнял. Потому что, ну, может красным высвечивать, может синим, там очистка, посыпка. В общем, это очень удобно, конечно. И также у нас там есть в этой программе, мы можем сделать распечатку, допустим, за сутки. Со всеми остановками, все это видно. Вот сколько он стоял, сколько он был в движении. В 41-м дорожно-эксплуатационном управлении в движении на этой неделе практически вся техника. Выпавший в понедельник снег оказался мокрым и тяжелым. Его уборка потребовала значительных усилий. Хотя в целом к зиме дорожники оказались подготовленными. Даже приобрели автомобиль с роторной системой. Нечто подобное здесь, правда, было и раньше. Однако этот образец потребляет топливо почти в шесть раз меньше предшественника. Данный автомобиль предназначен для ликвидации довольно сложных погодных условиях заносов. Глубина снега, который он может спокойно работать, около метра. Не меньше и больше может пройти, спокойно расчищать участки дорог, на которых образовались заносы. Сегодня в ведении предприятия «Гомель Автодор» почти 2300 километров автомобильных дорог республиканского значения. Поддерживать их в порядке в течение всего года задача не из простых. Весной начнется ямочный ремонт. Зимой все силы направляются на борьбу с последствиями снегопадов. Это действительно впечатляющее зрелище. Сегодня на трассу выходят уже не старые слабосильные грузовики с одним небольшим ковшом, а современные энергонасыщенные авто, начиненные электроникой, контролирующие весь процесс уборки, обработки поверхности ингредиентами, в вопросах применения которых дорожники Гомельской области придерживаются все-таки традиционных подходов. Во всяком случае, заменять соль и песчано-соляные смеси на предприятии не спешат. Тем более, что пока все из предложенного в других странах в наших климатических условиях оказалось как минимум неэффективным, а иногда и просто опасным для дорожного движения. Впрочем, вернуться к этому вопросу, наверное, все-таки придется. В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве в Гомеле двух дорог с бетонным покрытием. Непосредственно вокруг Гомеля и по направлению Речиса-Калинковича. Их преимущество – возможности эксплуатации при любых плюсовых температурах без ограничений движения транспорта. Однако есть у таких дорог и свои недостатки. В цементно-бетонном покрытии колейность не возникает. Но у них есть своя сложность. Это коррозия бетона с солью в зимний период. Это есть проблема значительно больше коррозии, чем в асфальтобетонном покрытии. И ремонт покрытия цементно-бетонного, в отличие от асфальтобетонного, там нет таких готовых рецептов, как в асфальтобетонном покрытии вырезал, асфальтобетоном закрыл, и движение может шляться в течение нескольких минут. Там есть проблема с ремонтными смесями по цементно-бетонному покрытию. Их сложнее ремонтировать. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Гомель Автодор» Игорь Матвецов. Игорь Викторович, как принимается решение, какой тип дорожной одежды будет использоваться – цементно-бетон или асфальт? На чем Вы основываетесь? Ну, сейчас при разработке каждого проекта, если это реконструкция или значительный участок капитального ремонта, проводится всегда техника экономического обоснования, то есть выбираются несколько сразу вариантов, и они сравниваются между собой. По эффективности. Поэтому в последних изысканиях этих проектировщиков постоянно присутствуют для сравнения цементно-бетон. То есть есть моменты, где дешевле асфальт, есть моменты, где выиграет цементно-бетон за счет своей более долговечной службы. И в целом где-то в период, если в перспективу смотреть 20-30 лет, то это даже более экономичная будет дорога, с учетом приведенных затрат на ее содержание в этот период, чем асфальт-бетон. Поэтому это принимается индивидуально в каждом случае, это подтверждается расчетами. Бетонные дороги дороже, да? Бетонные дороги, да, они дороже. Примерно на, вот если брать чисто покрытие, два сравнивать, то примерно на 40% бетон стоит дороже первоначально при вложениях, чем асфальт-бетон. Но вот в процессе того, что требует он ремонтов в период своей жизни гораздо меньше, чем асфальт-бетон, вот за этот счет он в течение времени выигрывает, и эти затраты, они потом нивелируются, и, говорю, что в длительной перспективе даже цемент выходит вперед. Будет ли постепенно вот смещаться выбор в эту сторону, в сторону цемента-бетона, как вы думаете? Потому что все-таки основная-то у нас часть с асфальтовым покрытием. Ну, так сложилось исторически, потому что вот мы приводили проблемную нашу дорогу, М-10, да, она строилась еще в 60-х, конец 60-х годов. То есть тогда это была технология, ну, это было несколько единичных объектов в республике, и даже, вы помните, этот разгар холодной войны, они имели, скажем так, прямо, они имели двойное значение. То есть они имели какое-то оборонное еще значение, кроме того, что они являются автомобильной дорогой. После этого технология, она не использовалась, как вот в бывшем СССР, в республике Беларусь. То есть техника, которая имелась, она как бы тоже пришла в негодность. Люди потеряли навыки в этой технологии. И вот буквально несколько лет назад, вот вы знаете, перед строительством кольцевой дороги, были закуплены новые образцы этих машин. Люди прошли обучение. То есть белорусы показали, что они могут делать бетонные дороги довольно качественно и довольно быстро. Поэтому я думаю, что эта технология сейчас возрождается, и она имеет полное право на жизнь. Это будет показать экономику. Все равно, какое будет покрытие выгоднее, то и будет лидировать. Спасибо. К нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Хотела выразить особую благодарность за содержание республиканских дорог. Очень приятно, когда въезжаешь в республику, будто со стороны Украины, проехав по Украине не одну сотню километров, будто со стороны России. У нас дороги отличаются великолепные, качественные. Везде есть нанесена разметка, очень легко в движении в любое время суток. Но хотелось бы одно пожелание, чтобы наши обслуживающие службы, республиканские дороги, поделились опытом со службами, которые обслуживают, ну я не знаю, коммунальные службы, которые обслуживают город и местные дороги. И свой опыт не таили, а передавали для того, чтобы все дороги в нашей республике, не только республиканские, были на должном уровне. Спасибо большое. Как элегантно вы сформулировали, да, ваше предложение, чтобы вы поделились опытом и его не таили. Задачи перед дорожными предприятиями по содержанию ставятся, в общем-то, наверное, одни и те же, да, чтобы было чисто? Да. Кому-то удается лучше, кому-то хуже. Ну, дело в том, что у нас немножко разный уровень финансирования, просто здесь в области действительно тяжелее. Тяжелее с финансами на содержание дорог, и сеть гораздо больше, чем наша сеть. То есть, ну, порядка, по-моему, около 10 тысяч километров дорог обслуживают местные. У Доростроя? Да, у Доростроя. Поэтому, ну вот, вы знаете, тоже следите, если там за прессой, телевидение, что президент обратил внимание именно на эту проблему. Поэтому, вот сейчас, в ближайшие три года поставлена задача, уже, как бы, изысканы финансовые ресурсы. То есть, это будет частично кредитоваться Банком развития Республики Беларусь. Частично это будет перераспределение пошлины в пользу местных автомобильных дорог. То есть, где-то порядка тысячи километров каждая область должна будет привести в идеальный порядок. То есть, это будет уже заметное улучшение, я думаю. Да, глава государства такое требование поставил, чтобы местные автодороги ни в чем не уступали и привести их действительно в соответствие. Ну, и в конечном итоге, ведь тут же так много зависит от нас, от пользователей дорог, которые хотят, чтобы было красиво, уютно, комфортно, но сами для этого что? Что готовы делать? Вообще, как вы думаете, вот именно культура поведения на дорогах, она изменила за последние годы, как вы отмечаете для себя? Да, за последние десятилетия, да. Медленно, но меняется. Если вот, даже, Ольга, сказать, 15-20 лет назад, когда вот мы только были созданы как республиканское предприятие и получили вот в обслуживании эти дороги, значит, случаев вандализма было гораздо больше, в разы больше. Но вот постепенно вот мы смогли как-то переломить эту динамику, то есть чем красивее и дорога приятнее смотрится, тем как бы меньше поднимается рука даже у вандала что-то портить на ней. Поэтому, да, меняется смедленно, но сознание у людей меняется. Это приятно. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что время идет, и за 10 лет многое изменилось, и уж точно изменились технологии. Что нового есть у вас, чем вы довольны и о чем бы хотели рассказать? Ну, новые технологии вот применительно в мире, да, появляется достаточно большое количество новых технологий, но у нас такие тоже специфические климатические условия, потому что все основные технологии, конечно, рождаются в передовых странах технологически развитых. Это Запад, Америка, климат там немножко другой, поэтому их приходится адаптировать, а некоторые даже просто перенести нельзя. Вот. Ну, а одна из таких технологий, это сларисил, устройство тонкослойных асфальтобетонных покрытий, может даже не асфальтобетонных, а эмульсионно-бетонная смесь получается такая, и тонким слоем разливается. Довольно эффективно она может очень хорошо заменить вот ту сейчас устаревшую технологию поверхностной обработки, которая приносит много хлопот и пользователям дорог. Я знаю, что там очень много повреждений и стекол, и наши взаимоотношения тоже с пользователями как бы вот напряжены в этом плане. Эта технология сравнима даже по стоимости, как бы вот они одинаковы между собой, но насколько удобство повысится для проезжающих по дороге, это невообразимо. Но это дорогая технология, скажем так, дорогая. А где будете применять? Это по всей сети дорог. Повсеместно, да? Да, повсеместно, но, конечно, она тоже имеет свое ограничение там, где уже асфальт полностью развалился, там нужен новый асфальт, скажем так. Да, его просто снять. Да, где-то, если где-то хоть как-то он еще держится и готов послужить, то это очень хорошее защитное покрытие. Игорь Викторович, давайте прервемся, выслушаем нашего телезрителя, после продолжим. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Мы вас слышим, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, мы звоним вам жителей Романовичей, хотели бы узнать, вот обещанный мост, недостроенный на Волотову от Романовичей, он будет? Ну, в перспективе он будет достроен? И как вот дела обстоят насчет вот именно дорог по Романовичам? Спасибо большое за вопрос. Мосты, путепроводы тоже. Ваша сфера деятельности. Какие здесь новости, Игорь Викторович? Ну, этот объект, он назывался, был такой разработан проект, обход города Гомеля восточный назывался. И мы не выступали, к сожалению, там заказчиком, поэтому это был инициатором город и выступал или областной, или городской УКС. Тогда были найдены вот деньги в республиканском именно бюджете, даже это не областной был бюджет, а республиканский бюджет финансировался. Начали это строительство, начали вот, вы знаете, по Волотове там ряд улиц успели положить. И потом, когда финансирование закончилось, уже на уровне местных бюджетов это, ну, как бы неподъемный, неподъемный объект. И пока он остался в ведении города, и я здесь, конечно, проинформировать вас не могу, но пока перспектив я не вижу для его. В ближайшие годы, да, пока ничего. Во всяком случае, в ближайшие годы, да. Ну что ж, будем надеяться, что при росте экономики к этому вопросу в скором времени город вернется. Да, Уль, я хотел, да, сделать замечание, вот мы с вами тогда оценивали, да, состояние наших дорог по каким-то цифрам. Есть много исследований, много рейтингов по состоянию вот в мировом, скажем, масштабе, где мы находимся. Вот так и есть такой интересный социальный опрос, институт ГЭЛАПа проводит. Ну, правда, давно уже не было свежих данных вот именно по дорогам. Значит, ну, Беларусь находится примерно там где-то 67-68 место было уровень 2012 года, да. И если вот посмотреть, как мы находимся вот по ВВП на душу населения, это тоже примерно такое же место мы занимаем. Поэтому здесь вот очень четко прослеживается такая прямая зависимость, что вот, ну, верхнюю строчку, верхнюю двадцатку, там, скажем, какой-то период занимаются все богатые государства. То есть нет богатых государств, где были бы плохие дороги, и нет бедных государств, где были бы хорошие дороги. Поэтому это прямую, конечно, зависит от развития экономики, зависит от благосостояния граждан каждой вот этой страны, где, которые осложивают эти дороги. И от культуры. Мы все-таки уже... И от культуры тоже. Мы уже, да, мы уже так, уже воспитано целое поколение людей, которые знают, которые привыкли к тому, что чисто и на улицах, и на республиканских трассах, и что дороги у нас хорошие, и машины не калечат. И хорошо бы еще, чтобы совсем было безопасно. Ну, наверное, в абсолютном это исчислении просто невозможно. Вы говорили о новых технологиях, если еще что-то добавить. Да, значит, пока мы не можем себе позволить за счет собственных средств приобрести, например, эти установки, в этом году мы... Но мы все равно идем в этом направлении. Вот у нас наши соседи в Могилеве, они имеют это оборудование. В этом году мы у них взяли в аренду, и на территории нашей области, это вот автомобильная дорога Гомель-Ветка-Чичерсьяна, а мы там устроили почти 10 километров вот от такого вот покрытия, чтобы посмотреть, как оно будет в наших условиях работать. Ну, уже мы готовы работать с этими технологиями. Сейчас ищем источник финансирования. Сейчас готовим заявку вот в инвестфонд Минтранса. То есть инвестиционный проект. Да, это если мы решили пойти этим путем. То есть за кредит это тоже будет дороговато, потому что, ну, вот будем разные варианты искать, что... В мире знают нас, в мире знают наши дороги, поэтому я думаю, что желающие вложиться в них тоже будут. А вот про мосты и путепроводы хотела бы продолжить тему. Ближайший объект, да, это реконструкция моста через Днепр, в Рокачеве. Да, да. Ну, работа уже начата, вот месяц как. В этом году мы провели торги, выбрали генподрядчика, это акционерное общество моста строит наше белорусское предприятие крупное. Надежный, надежный подрядчик. Поэтому здесь просто вот возникает вопрос, в первый же наш код по финансированию. Потому что вот скорректировалась программа, мы эти все как бы планы свои составляли до корректировки. Сейчас вот после корректировки получается, я вам назову такое соотношение, что на следующий год на весь капитальный ремонт мостов, дорог всей нашей страны выделено на средств в два раза меньше, чем мне надо построить один вот этот мост, капитально отремонтировать. Поэтому вы понимаете порядок. Но мы будем пробивать, чтобы это шла стройка безостановочно, потому что такие объекты останавливать все-таки нельзя. Они как знаковые, так и важны для... Да, это визитка города, да? Конечно, мост. Да не только города, это будет очень прекрасный проект. Я надеюсь, что он будет реализован в срок. Область будет гордиться таким мостом. В следующем году будут работы, да, масштабные вести? Ну, уже да. Мы просто вот этот год начинаем подготовительные работы там, потому что связано с тем, что необходимо первым этапом построить объездную дорогу с мостом же через Днепр. Поэтому в следующем году уже развернуться более капитально. Ну, будет интересно, конечно, увидеть. Над чем еще Гомель-Автодор планирует в следующем году работать? Ну, я вот обозначил, что мы сейчас занимаемся как заказчик проекта по реализации вот этого инвест-проекта М-10. То есть мы работаем с проектировщиками, участвуем в группе, которая создана в Республике Беларусь по внедрению ГЧП. И вот это наши основные будут приоритеты. Но так все внимание будет на ремонт, содержание автомобильных дорог, на поддержание их. Спасибо на этом. К сожалению, мы вынуждены завершить. Спасибо за диалог. Спасибо, Оля. Генеральный директор РУП Гомель-Автодор Игорь Матвецов был сегодня у нас в гостях. Желаю всем ровных дорог. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова